Ну что за красавчик? У нас как такового переезда на новую квартиру не будет. Лёша кушает черешеньку. Вот такое вот у нас последствия после прививки. Сейчас, пока мы шли домой, я купила очень много фруктов. Моя гардеробная я делаю так, как нравится мне. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже нужно присаживать ребёнка. Мы готовы идти на прививку. Я за то, чтобы ставить прививки. Пришлось заблокировать несколько неадекватных женщин. Верхнее одежство у нас будет в таких пакетах. Доброе утречко. Начинаем новый влог. Я уже сходила в больничку. Сейчас у нас уже обед. Лёшик будет спать. Я ходила к терапевту узнать, что у меня происходит с горлом. Сейчас оно у меня теперь уже болит. Два месяца после заболевания. Не буду называть его здесь, чтобы это видео опять не пометили. Вы знаете, да, какое заболевание. Я уже выздоровела. Уже полтора месяца назад выздоровела. Я ходила узнать, что это такое у меня. Кашель, как при коклюше. Я на самом деле не встречала людей, у кого коклюш именно был. Может быть я встречала, но я не знала, что такое коклюш. В общем, там задыхаешься. У тебя начинается рвотный рефлекс. Очень сильно кашляю. И знаете, я кашляла не только дома. В этой комнате я не кашляю. Я кашляю в той комнате. Очень удивительно. У меня начинает слизистое осушаться. А там у нас такой небольшой сквознячок. Окна не открыты. Они закрыты. Но там он как будто бы с окна что-то дует. И кашляю у меня еще начинается, когда я работаю. Когда работаешь с клеем, я вышмейкер, кто не знает. Когда работаешь с клеем, клей как будто бы осушает слизистую. И у меня начинает вот здесь вот сохнуть в районе горла. Если я попью воды или сглотну, то все нормально. Я не кашляю. Но если я забываю вот этого чувства, у меня происходит осушение, я чувствую, я начинаю очень сильно кашлять. Это примерно через час. Я не думаю, что это прям аллергия на клей. Но каких-то аллергических реакций не происходит. Только вот этот вот кашель. В итоге я пришла сегодня к терапевту. Он даже не посмотрел моё горло. Что очень удивительно. Я стала это замечать в последнее время, когда мы с сыном ходили в больницу. Или вот я сегодня пришла. Они открывают гугл и смотрят. Ну я не знаю, что они открывают. В телефоне в общем ищут. Можно ли применять вот это вот лекарство. При грудном скармливании. Здесь как бы такая двойственная позиция у меня. Вроде как бы и очень хорошо, что он советуется, да? С интернетом. Но там недостоверная информация. Ты не можешь уверен быть на 100%. А с другой стороны, ты как бы врач. Я пришла к тебе на приём. Ты не посмотрел горло. И выписываешь мне сироп. Вообще на чём основываясь. На моих словах. Может быть, я не знаю. У меня это психосоматика там действует. Лёшек у меня красавчик лежит. Он сегодня с дядей Гришей гулял. Ой. Ой, когда я его показываю, начинает играть. Кто там? Кто там? Лёшек, да? Он сегодня с Гришей сидел. Ну, вернее, они катались возле больницы. Я там была полтора часа. Я сдала кровь на иммуноглобулин. Чтобы узнать, у меня аллергия это или нет. Плюрографию прошла, потому что у меня её не было. Года два или три. Зашла, конечно, в интернет. Посмотреть насчёт туберкулёза. Какие признаки туберкулёза? И знаете, у меня все признаки сошлись. Вы можете открыть интернет, посмотреть признаки или симптомы туберкулёза. У меня они все совпали, кроме последнего. Типа кашель с кровью. А всё остальное совпало. Всё остальное такое, знаете, общее. Типа головная боль, головокружение. Типа переутомляемость, сильно устаёшь. Но вот после родов, после беременности, вот эти вот все симптомы у женщин, которые рожали недавно. Есть вот здесь одышка какая-то, вот здесь вот что-то тяжёлое стоит. Я прям, знаете, недели две думала насчёт этого. Сегодня после трёх часов, как раз таки мы когда с Лёшиком пойдём в больницу, зайдём за результатами и я посмотрю, что у меня там. Сказали, после трёх будет готова и... А если это какое-нибудь тяжёлое заболевание или последствия после... Но туберкулёз вроде как передаётся воздушно-капельным путём. И у меня были клиенты, которые приходили с жутким кашлем. Она кашляла, я была в маске защищена, потом я маску-то снимаю, прочесываю реснички, да, отправляю её домой и нахожусь в этом помещении. Прям воюет. Только что покормила его пюрешками, он вообще неугомонный. Девочки у вас также, дети, кушают. Я ему даю ложку, он начинает руками, ногами швилить, глотать её, кусать зубами. И в последнее время, ну как, впрочем, и всегда, когда у него вылезли зубы, он меня стал кусать. То есть он сначала сосёт всё нормально, потом, видимо, ему, ну как бы он наелся. Этот момент нужно ловить и доставать грудь у него, потому что он начинает кусать, играть, так смотреть. А это вообще жутко больно. Он хочет попробовать на зубке, каково это. Он же всё пробует вокруг, а грудь как бы нет. Вот, и поэтому я вот так вот лежу даже ночью, вот так смотрю на него, чтобы лишь бы он не перестал сосать. Как только перестаёт, всё забираю, потому что потом будет укус. Это не описать словами, если у вас дети не кусались за и так чувствительную грудь. Она у меня, в принципе, и так чувствительная. А здесь ещё там молоко, и я уже привыкла к этому состоянию, знаете, когда было у меня, как оно называется-то? И вот это вот состояние у меня постоянно сейчас. Я не знаю, нормально это или нет, нужно тоже к маммологу сходить, провериться, сделать, наверное, УЗИ груди сделать и записаться к маммологу. Потому что у меня здесь вот нашли опухоль небольшую, когда я в роддоме была, и ещё года два назад тоже находили её. И сказали обязательно за ней следить каждый год, ходить к маммологу, делать УЗИ, чтобы вот здесь вот под мышкой где-то опухоль, чтобы она не росла. Её, в принципе, удалять не надо, она доброкачественная. Но нужно за этим следить. Я себе положила супчик гороховый, сейчас попробую. Ммм, просто вкуснятина. Ещё так зеленью пахнет. Я же заморозила зелень, я беру отдельно лук, заморозила отдельно укроп, и там петрушка с какими-то, не знаю, с рукавой, с чем-то таким, нам, в общем, всё в кучу нарвали. И я вот по таким горошинам замораживаю, и беру там два, либо три вот этих кусочка, в суп добавляю, они во льду, добавляю в суп. И зелень как будто бы свежая пахнет, очень вкусно, и на вкус это просто что-то невероятное. Хорошо, что мы заморозили. Гриша у нас так и не забрал зелень. Хорошо, что я её положила в морозилку, и теперь у нас дофига зелени. Сейчас, пока мы шли домой, я купила очень много фруктов. Сейчас я это всё помою, и хочу дать лёшку, угнилили черешинку, и, наверное, персик дам. Давайте я сначала попробую ему дать вот этот персик маленький, который вроде персик или нектарин, не знаю. Черешин я ему уже несколько раз давала, ему нормально, ему нравится, просто он так кривится, она немножко кисленькая. Такой грустный сидит. Держи-ка. Пробуй. Давай в ротик засунем вот эту штучку, давай. Молодец. Молодец. Хочу выразить огромную благодарность, что вы меня вчера поддержали, писали мне комментарии, ставили лайки. Лайков намного больше стало. Большое спасибо. Я очень это ценю. И с помощью ваших лайков можете ставить лайки и дизлайки, без разницы, если вам не нравится видео. По вашим лайкам, по вашим комментариям я узнаю, что вам интересно смотреть нас, смотреть наши видео. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там мы ежедневно. Так что, если хотите быть в курсе всех новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он в комментариях закрепленных, либо в описании. По ссылке можно перейти и подписаться. Мы видео снимаем каждый день, но выходит оно через день. Я, кстати, ему печеньки не доставала и не распечатывала. Хочу достать, когда ему будет 6 месяцев на его день рождения. Положить печеньку у Нибблера ему. Мы лежим, монтируем видео. И Лешек смеется над кисочкой. Кис-кис-кис-киса. Кис-кис-кис-киса. Он даже улыбается сейчас по-другому. Болеет после прививки. Кис-кис-кис-киса. Кис-кис-кис-киса. Глазки больные у моего Лешек. Зайчик мамин. Ай, иголки. Что здесь делают иголки? Все, девчонки, я буду кушать. Девчонки и мальчишки мне, оказывается, написали, что смотрят не только девочки, но и мальчики. В общем, друзья. Я буду обедать. Потом буду укладывать Лешека спать. И мы сегодня еще пойдем на прививку. Лешеку буду ставить прививочку. Надеюсь, что все пройдет отлично. Я знаю, что после прививки могут быть какие-то бессонные ночи, либо какая-то апатия у ребенка. Все равно нужно ставить прививки. Я за то, чтобы ставить прививки. В общем, мы прививки не пропускаем. Ставим все, которые обязательны. Есть необязательные прививки. Там, допустим, от клеща вроде. Но обязательно мы все ставим. Все, ребеночек уже хочет спать. Выкинули нибблер. Я буду кушать. Всем приятного аппетита, кто также кушает вместе со мной. Все, мы оделись. Сыночек, в общем-то, у меня не спал. Не смог уснуть. Знаете, девочки, мне под последним видео пришлось заблокировать несколько неадекватных женщин, которые писали оскорбление в мой адрес о том, что я его перегреваю. Я его не так воспитываю там и так далее. Опять включили вот эту свою шарманку. Про наш комбинезон кто-то тоже писал, что я его перегреваю. Я сняла подклад, и это комбез тоненький такой. У нас на улице вообще была холодрига такая. Я даже не знаю, сколько градусов. 15, наверное, или 10. Ну, короче, вообще очень холодно. Алексей у меня в зимние куртки ходил. Я тоже тепло одевалась. Я свои зимние куртки просто все убрала, шубу уже увезла. Так что у меня нет зимних курток. Я просто одеваю несколько кофт, и все. Мы собрались, ждем Гришу. Сейчас я Лешку еще одену, не знаю, что-нибудь. Может, комбез одену. Или костюмчик, который дедуля подарил. Да? Костюмчик оденем? Ну что, закрою, сапчик? Что за красавчик? Большеват нам, немножко костюмчик и в ногах, и здесь. Но, смотрите, какой великолепный молодой человек. Какой красивый мальчик. Нравится тебе костюмчик? Дедуля нам подарил его, да? Да. Сапочку, сапочку, сапочку наденем. Сапочку, сапочку, сапочку наденем. Держи. Держи. Мы готовы идти на прививку. В общем, мы сходили в больницу, Лешу поставили две прививки в левую и в правую ножку. И он даже не плакал. Сейчас ждем, пока попьет водички. И поедем домой. Как раз таки Алексей приедет. Попятого. Мамочка пойдет на работу? Да? Я думала, Лежа будет. Будут ставить прививки. Поставила камеру возле головы Лешика. И мне сестра видела, говорит, ну не камера, а телефон. Что типа уберите телефон, а то мне будет неудобно подходить к ребенку. Мы ставили прививочку сидя. Сходили к терапевту. Терапевт сказал, что уже нужно присаживать ребенка. И когда мы его кормим, кормить его сидя. Но он уже у нас полудожа, а нужно кормить сидя. Сказал, что уже можно давать мясо. В общем, я сейчас его кормлю где-то 8-10 раз в сутки. Но нужно кормить его 6-7 раз. Редко кормить, но плотно. По рекомендациям сказал, витамин D давать. Дали нам направление на бесплатное получение в аптеке витамина D. Вес у него 8-500, а рост, блин, рост я опять забыла. 70, наверное. Да, наверное, 70. А так все хорошо. В зубки вылезли наши передние. Боковые подходят. И верхние тоже подходят. Мы уже дома. Леша кушает черешенку. Он весь красный. Весь грязный. Капризничий что-то. Спать, видимо, хочет. Держи, держи. На, держи сам. Держи. Ой, ой. Все, все, все. У нас уже 6 вечера. Ждем папочку. Я делаю зарядку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По утрам я перестала йогой заниматься. Потому что как только я просыпаюсь, сразу Лешик встает. Его нужно покормить. И потом у меня есть минут 5-10, чтобы покушать самой по-быстрому. И все. И мамочка забывает даже йогой позаниматься. Спина, конечно, вообще. Сейчас мы шли домой. И он на полпути. Стал капризничать прям. Плакать. Раньше он так никогда не делал. В итоге пришлось его на руки взять. И у меня спина вообще отказала. Пока дошли до дома. Спина вообще... У меня такая жуткая усталость. Я не знаю, что происходит со мной. Еще эта камера постоянно поворачивается. Не знаю, что происходит. У меня, мне кажется, такой, знаете, накопительный эффект. Переутомление. Вообще хочу спать. Невозможно. Я всегда ложусь с Лешиком спать. Как только он уснет, я здесь быстренько помою посуду, приберусь. Это буквально, не знаю, полчасика. И сразу ложусь спать. Тянулик, на водичку попей. Тянушка, попей водичку. Врач нам сказал меньше кушать. Что-то я его часто кормлю. Ну, каждые, не знаю, два часа. Как проснется, на животике полежит. И потом кормлю его. Потом докормлю его грудью еще. Но водич сказал, что так часто, не нужно кормить. У нас получалось примерно 8-10 кормлений. И нам сказали, что нужно сократить до 6-7 кормлений. Тогда он будет очень плотно есть. Потому что, вот допустим, когда он просыпается утром, в 6 утра я его кормлю. Мы в 6 утра не встаем. Пытаюсь покормить его плотно. И он засыпает самостоятельно. Я его даже не укачиваю. И второй раз уже окончательно встаем в 9 утра. Я его кормлю грудью немножко. И мы сюда приходим. И здесь уже кушаем там пюре, кашу. Нам сказали, что грудью нужно докармливать. То есть сначала идет прикорм. И только потом докорм. А я всегда по-разному. Я могу там утром его покормить. Он полежит, поиграет сам с собой. Но сегодня, допустим, он целый час играл в одиночестве. Сам с собой на кровати час. А я этот час спала. И он рядом со мной просто кувыркался. Руки разглядывал. Поворачивался на животе. Кажется, у меня такая накопительная усталость. Из-за того, что я не сплю. Прям всю ночь. Я всегда просыпаюсь. Там каждые 2 часа. Или в туалет мне нужно. Или Леша проснется. Леша тоже беспокойно спит. Может крикнуть во сне. И Алексей всегда меня будет. Вот так вот каждый час, всю ночь. Ты просыпаешься, просыпаешься. В обед, допустим, сегодня Леша вообще без обеда. Я хотела поспать вместе с ним. Поспать вместе с ним на обеденном сне. Но он сегодня... Но он сегодня не спал. Поэтому сидит, капризничает. Уснуть не может. Потому что уже все. Передержал. И пойду на работу. Приму клиенточку свою постоянную. И у меня на всю неделю все уже расписано. Каждый день по одному-два клиента. Но два клиента, знаете, это редко. Когда вот прям кому-то нужно срочно в будни, вечером. Кому-то прям срочно нужно там завтра, не знаю, где держать день. Я могу два клиента принять. Я хочу в скором времени нанимать няню. Я пока не знаю, как это все будет выглядеть. Либо Гриша будет с Лешиком сидеть. Либо я буду нанимать няню. Я хочу часа на два. Гриша, в принципе, сегодня полтора часа с ним катался. Пока я была в больнице нормально. Даже не полтора, а может быть два часа. Все хорошо было. Лешик спал. Все было нормально. Потом мама подошла, и он начал капризничать. Мне очень повезло, что у меня такая профессия, что я могу выйти там на час, на полтора на работу, заработать денежки, и как бы все, можно весь день не работать. Можно, допустим, два раза в день выходить. Первый раз, допустим, утром Гриша, пока Лешик спит, он спит с 11 до 12, либо до часа, там, принимать клиента. Они покатаются, и мы поедем там домой. И вечером, когда приходит муж, можно тоже принимать клиента одного-двоих. И это будет просто предостаточно лично для меня. Кому интересно, можете зайти посмотреть мой прайс. Выходит в день, ну, нормальная такая сумма. Вот, короче, ладно, все, я пошла кушать. То ли он что тут сидит, тушится, что-то. Пришла домой, и знаете, что я поняла? Осознание ко мне такое пришло. Черешню ела. Ко мне пришло осознание того, что у нас как такового переезда на новую квартиру не будет. Потому что каждый раз, как только мы едем на новую квартиру, мы берем какие-то пакеты. Сегодня мы забираем вон те вот вакуумные пакеты. Мы приехали на квартирку, привезли много вещей. Я сейчас хочу быстренько развешать вот эти штуки, пока ребенок сидит спокойно. Пока у меня вот такие вот вешалки разноцветные, я такая подумала. У меня очень много разноцветных вещей. И почему мои вешалки должны быть однотонные? Там черные, либо чисто там вежевые, или какие-то белые. Это все-таки моя гардеробная. Я делаю так, как нравится мне, и так, как хочу я. А не так, как принято где-то, да, в обществе, так сказать. Ну, короче, если я так успокаиваю, что пока у меня такие вешалки, те, которые у меня остались после той квартиры, многие из них вообще новые, они просто так лежали, не ждали своего часа. Вот эти вот, допустим, синенькие, они вообще новенькие. Вот эти вот мне не особо нравятся. Я и в Калеруа покупала. Вот эта штучка постоянно отваливается на каждой практически вешалке. Вот этот вот самый миленький пакетик. Здесь вещь Лешика. Те, которые у нас, которые ему малы. Я их, наверное, положу вот так, вот этот ящик. Оп. Все. У меня есть еще вот такие пакеты. Я сюда положу верхнюю одежду и повешиваю вон туда. То есть верхняя одежда у нас будет в таких пакетах. Вот так. У нас не так уж и много верхней одежды. То есть здесь пальто мое, пальто мужа. Ну и шубы. Одна шуба, две куртки мои, две куртки мужа. В принципе, все. Десять вот таких пакетов. И я их сюда вот так вот повешу. Вот такая красота у меня будет. Пойду посмотрю, что делают мальчики. Здесь у нас чистенько. Все уже прибрано. Завтра, я надеюсь, приедет матрас. Если матрас завтра не приедет, я вообще отменю доставку. Куплю себе нормальный, хороший, дорогой матрас на рынке, который мы увидели за 17 тысяч. Алексей сейчас будет красить вот здесь все. У него уже, знаете, рука набита. И он красит просто изумительно. Он мне красил в студии моей. Также красил дома все. И сейчас в этой новой студии тоже он красил. Что хотите сказать, малярой человек? Ничего, я просто тебя снимаю, что ты делаешь. Все говорят, что ты очень хозяйственный, очень хороший мужчина. Хороший мужчина, а мне с тобой повезло. Это правда? А ты мне повезло. Ты должен был сказать, а мне с тобой повезло. Ко мне с тобой повезло. Спасибо. Выпросила. Вот такое вот у нас последствия после прививки. Посмотрите на его глаза. Болеющие. Он вот недавно проснулся и вот так вот плачет. Он сам теперь не хочет на животике лежать. Он хочет только на ручках сидеть. На шезлонге он сидеть не хочет. Он пытается, знаете, улыбаться сквозь всю боль. Я знаю, что как ему сейчас сложно. Температуры нет, опухоли нет. Нам медсестра сразу написала. Сегодня утром. Но ночью, конечно, он вот так вот плакал. Солнышко, солнышко. На, держи. Мама, тебя не может постоянно на ручках носить? Ты слишком тяжеленький. Слишком тяжеленький ты, да. Его не зубы беспокоит, а вот из-за прививки вот так вот он себя ведет. Две прививки поставили. Привинар. Точно знаю. А вторую не помню, как называется. У меня в прививочном паспорте записано. Тоже на букву П как-то. Но мы должны были вот эту привинар поставить еще в 4 месяца. На вторую мы не пришли, потому что как раз таки тогда мы заболели. Ну, Лешик болел. Ну, и я тоже. И такая вот история у нас. Да, солнышко? Продолжение следует. Продолжение следует.